Продолжение следует... Как часто наш голос становится просительным, когда мы говорим человеку, ну посмотри, пожалуйста, какой прекрасный проект я тебе предлагаю, сколько заманчивых перспектив он тебе сулит, сколько радужного открывается перед тобой, ому будущий партнер, пожалуйста, 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 не отвергай мое предложение. Не жайше прошу тебя еще раз, посмотри, как хорошо тебе будет тогда, когда ты вступишь в этот проект и переведешь мне 500 рублей. Я склоняюсь перед тобой в почтительной просьбе обврати свое внимание на мой проект. И вот как только мы начинаем просить и клянчить, ровно в эту же секунду, не в следующую, а ровно в эту же секунду, то, что мы говорим, теряет всякий смысл для человека, которому мы говорим. Теряется смысл отнюдь не потому, что мы говорим непонятные или неправильные вещи, просто потому, что мы начинаем просить. А как только мы начинаем просить и клянчить, у большинства людей там, где глубоко, где-то глубоко в мозге щелкает невидимый переключатель, и человек перестает слышать нас вообще. Что бы мы ни говорили, какие бы мы золотые горы не сулили, и человек уходит, говоря одну форексу. Мне надо еще немного подумать. В ту же самую секунду мы прекрасно понимаем, что думать или решать этот человек уже ничего не будет. Он попросту врет. Никогда ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами все предложат и сами все дадут. Представьте себе, что вы выиграли Олимпийские игры. Вы стоите сейчас на пьедестале почета. Вы смотрите на всех с высоты своей огромнейшей, огромнейшей победы, и вам вручают золотую медаль. Гордость и радость переполняют вас, а ветер слегка обдувает вашу весу. Вы же не будете просить людей вокруг. Посмотри, посмотри, пожалуйста, какая у меня красивенькая медалька золотая. Вы и так знаете, что у вас самое главное, самое золотая и самая лучшая в мире золотая медаль. И эта медаль самая-самая лучшая в мире. И эта медаль по праву ваша. Запомните это чувство внутри. Зафиксируйте его. И сделайте это чувство главным в своей жизни. А теперь посмотрите на ваш проект. Я специально не называю проект. Лично я участвую в нескольких. И горд от того, что я в них работаю. Они мне все очень-очень нравятся. Вы же посмотрите с гордостью на тот проект, которым занимаетесь вы. Гордость и радость переполняют вас. А ветер слегка обдувает ваше лицо. А теперь вперед к вашему потенциальному партнеру. Не просите человека ни о чем. Ведь вы даете ему возможность другой, лучшей жизни. Жизни гордой и радостной. Никогда ничего не просите. Работайте, звоните, пишите, разговаривайте. Делайте тройные звонки в скайпе. Приглашайте людей на вебинары. Делайте группы на гугле, в контактах, на фейсбуке. Дышите полной грудью. Жизните. И никогда ничего не просите. Сами все предложат и дадут. Всего вам наилучшего. Продолжение следует.